Задумчивые строители. Тут у меня никаких нет вопросов. До центра города рукой подать? К сожалению, нет. Раньше здесь был завод Питмол. Нет и не будет. Но без маркетинговых уловок здесь не обошлось. От 10 до 82 метров. Безопасность превыше всего. С одной стороны Московский проспект, с другой стороны набережная обводного канала. Станция метро Фрундинская. Жилой комплекс Московская, 65. Друзья, добрый день. Жилой комплекс Московский. Это 4 дома с переменной этажностью. От 5 до 8 этажей. Строщик с по монолитной технологии с винтфасадом. 411 квартир, 562 места в подземной парковке и 262 кладовых помещений. Где, друзья, вы еще видели такое соотношение квартир к парковочным местам. Квартиры представлены от 1-комнатных квартир до 4-комнатных квартир. Есть террасы, второй свет и двухуровневые квартиры. А высота потолка от 3 метров до почти 6 метров в квартирах. Двухкамерные алюминиевые стеклопакеты для лучшей звукоизоляции с микропроветриванием. А вот здесь может быть конденсат в холодное время года. Так что будьте, друзья, готовы. Стены к соседям из бетона и цементных блоков. Там, где цементные блоки, застройщик сделает шумоизоляцию. У меня это вызывает только уважение. Межквартирные стены из двухслойного гипсокартона с минватой для лучшей звукоизоляции. Монолитное перекрытие в 20 сантиметров толщиной, а стяжка в 10. Это большая редкость, да еще и с фиброволокном. Суть данной стяжки заключает в себя в использовании песчано-цементной специи специальных добавок, которые называются фибра. Этот материал имеет волокнистую структуру, благодаря чему он равномерно распределяется по всей стяжке и препятствует появлению дальнейшей трещины. У застройщика я поинтересовался, как будет решен шумоизоляция. На что получил ответ, что будет применен звукоизолирующий материал, который называется техносоус в 14 миллиметров толщиной. Вот так выглядят шумоизоляционные маты. А теперь давайте вместе внимательно посмотрим видеоотчет застройщика. Тоже не увидели? Ну, я надеюсь, что она там есть, так как застройщик в своем ответе на мой запрос ответил, что могут быть аналоги. Квартиры застройщик сдают в белой отделке. С металлической входной дверью, с выключателями, розетками и радиатором с регулятором. Но без маркетинговых уловок здесь не обошлось. Так застройщик на своем сайте написал, что для очистки воды застройщик установил фильтр грубой очистки. Друзья, этот фильтр ставится во все дома от стандартного класса, то есть эконом, до премиум домов. Вопрос к застройщику. Чем отличаются коммуникации в вашем бизнес-классе, за моей спиной, от вашего же комфорт-класса, или от стандартного эконом-класса жилья? Странно, но маркетологи не упомянули пожарные манжеты как высокий уровень пожарной безопасности дома. Пожарные манжеты ставятся во всех домах вне зависимости их класса. Пожарные манжеты выглядят вот так. Внутри пожарного манжета находятся гранулы, которые за счет высоких температур увеличиваются в десятки раз в объеме, тем самым закупоривая эту трубу и препятствуя попаданию туда огня и дыма. Есть и ноу-хау. Как написал на своем сайте застройщик, уже в квартиры будут проложены кабели для интернета и будет место для роутера. Уважаемый застройщик, в моих квартирах есть места как для роутера, так и проложены телевизионные кабели, вай-фай кабель прямо в квартире, в щитке. И это не является никаким ноу-хау, и застройщики об этом даже не особо говорят. Вентиляция в квартирах обычная, могли бы, конечно, поставить механическую, но она дороже. С канализационными трубами здесь топ. Если не ошибусь, то они производства торговой марки Rehau. Вот они, белого цвета. Их вы сразу заметите из фото отчета застройщика. Эти трубы шумопоглощающие. Все для вашего комфортного проживания. В каждом подъезде два лифта. Пассажирский и грузопассажирский торговой марки Keno, либо аналога. Грузопассажирский лифт спускается к ладовым помещениям и в паркинг. Вот здесь застройщику твердая пятерка. Если посмотрим с вами на комплекс сверху, то он разделен на две части. В каждой части есть двор. Вот эти, к примеру, качели. Мне напомнили памятник «Разорванное кольцо». А между домами будет торговый променад, так как первые этажи отданы под коммерческие помещения. И, конечно, большой плюс, что застройщик устанавливает видеокамеры с функцией ночной съемки. Безопасность превыше всего. Показания счетчиков будут передаваться автоматически. Для комфортного проживания жителей этого комплекса предусмотрены помещения для управляющей компании, консьержа и охраны. Будет государственный сад на 100 мест и частный садик на 10 мест. А расстояние до соседних окон от 10 до 82 метров. Поэтому будьте внимательны, когда выбираете планировку своей квартиры. А с высоты 22 этажа жилого комплекса времена года все отлично видно. Вот это, к примеру, детский сад на 100 мест, о котором я вам говорил. А вот как раз и место, где расстояние между домами всего лишь 10 метров. Поэтому нужно внимательно подходить к выбору квартиры перед ее покупкой. Согласно проектной декларации с застройщиком и с озеленением здесь будет все в порядке. Потому что в проектной декларации есть трава, кустарник и деревья. Планировочные решения у застройщика современные и функциональные. Сами посмотрите. Давайте взглянем на квартирограмму застройщика. Преобладающее большинство это двух- и трехкомнатные квартиры. Однокомнатный квартир чуть меньше. И всего 5% от общего числа квартир это четырехкомнатные квартиры. Самое, конечно, здесь классное это место расположения. Другого такого места нет и не будет. И станция метро Фрундинская граничит прямо с комплексом. Метро это удобный и практичный вид транспорта в Санкт-Петербурге. Станция метро Фрундинская. Жилой комплекс Московская 65. Теперь поговорим про соцобъекты. Ближайшая школа номер 564 находится на другой стороне обводного канала в пешей доступности. Из отчета школы видим, что ее проектная мощность составляет 600 участников. А фактически ходит 751 учащийся. Превышение проектной мощности школы более чем на 25%. И не забывайте, что в округе это не единственный строящийся комплекс. В 145 детском саду, который ближе всего находится к этому жилому комплексу, 7 групп. И проектная его мощность 150 мест. Согласно отчету детского сада, уже в 15-м году туда ходило 158 детей. Но вы, друзья, и сами понимаете, что за 6 лет как сильно прибавилось количество проживающих в Адмиратейском районе. А проектная мощность садика, к сожалению, нет. Теперь перейдем с вами к документам. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, застройщиком является общество с ограниченной ответностью легенда московского. И согласно этой выписке уставной капитал у застройщика 150 миллионов рублей. Тут у меня никаких нет вопросов. Но давайте с вами посмотрим на договор долевого участия в строительстве. Может быть здесь есть подводные камни? На первое, что я обратил внимание, это если ваши квартиры будут на 1 квадратный метр больше или меньше, то придется доплатить разницу либо вам, либо, соответственно, застройщику. Также в договоре прописано, что если площадь будет больше или меньше 5% от проектной, то есть за ту, которую вы заплатили, то это не является существенным недостатком. Это сделано для того, чтобы вы не могли вернуть свою квартиру обратно и получить соответствующую компенсацию. Квартиры застройщик продают по новым правилам с применением искровых счетов. Согласно проектной декларации застройщика, срок сдачи комплекса второй квартал 2022 года, а передача ключей до 30.06.2022 года. А класс энергоэффективности всех зданий B высокий. Квартиры у застройщика стоят от 30 миллионов 564 тысяч рублей. Это за трехкомнатную квартиру. Одна и двухкомнатная квартира у застройщиков уже не осталось. Но они есть у инвесторов. Если нужна одна или двухкомнатная квартира, звоните. Рядом с комплексом Аквелон строят променад. За однокомнатную квартиру застройщик просит от 13 миллионов 463 тысяч рублей. А за апартаменты и того меньше. А в Аквелоне, смотрите, работают бесстрашные люди. Вместо каски у него шляпа на голове и нет никакой страховки. О, вышел, видите, да? Каски нет, страховки нет. Чуть дальше эталон возводит жилой комплекс Галактика Про с однокомнатными квартирами 10 миллионов 860 тысяч рублей. Если нужны обзоры комплексов, которые находятся рядом с этим комплексом, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я знал, снимать обзоры или не снимать. А вот здесь нажмите кнопочку подписаться и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Газопровод для котельной к жилому комплексу Московский 65. Конечно, сейчас высоты соседнего дома очень хорошо видны видовые характеристики данного жилого комплекса. Большинство будут смотреть в окна соседних домов. Только, возможно, вот из того литера, где окна выходят на обводный канал, будет видно и Троицкий собор, и Исаакий. Обратите свое внимание на цвет бетона. Вот такой вот цвет бетон должен быть на всех объектах. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, а ставьте свой комментарий и поделитесь ссылкой на этот ролик. Ну, а я, как обычно, не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok